МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Курзанское телевидение. Программа «Взгляд из Венсплса» – события, люди, мнения. В студии Анна Гегер. Государственная полиция Курзанского региона просит посмотреть на мужчин, которых вы видите сейчас на экране. Если у вас есть какая-либо информация о их местонахождении, пожалуйста, сообщите об этом в государственную полицию по телефону 110. Данные фотографии зафиксированы в Венсплсе. Министерство внутренних дел в конце прошлого года подготовило поправки, касаемые паспортов нового образца. Новые образцы будут включать в себя так называемые инновационные решения в борьбе с подделками. Они станут толще. Количество страниц увеличится с 34 до 42. Ранее сообщалось о том, что плата за паспорт удвоится. Вместо нынешних 30 евро жителям придется платить 60 евро. Эта новость вызвала массовое негодование в социальных сетях. Такое повышение было объяснено тем, что в системе внутренних дел необходимы дополнительные средства для обновления электронной системы паспортов и ID-карт. На этой неделе Кабинет министров принял решение, что размер госпошлины за выдачу паспорта не удвоится, а составит 34 евро вместо нынешних 30 евро в случае, если паспорт выдается в течение 10 рабочих дней. В свою очередь, если паспорт выдается в срочном порядке в течение двух рабочих дней, то пошлина составит 60 евро вместо нынешних 55 евро. Новые паспорта можно будет оформить в отделениях Управления гражданства и миграции, начиная с 12 февраля. На этой неделе Венсповское самоправление приняло решение об оборудовании еще одного места для купания. Это будет когда-то популярное место напротив Оленево сада. Из-за смены владельцев земли в последние годы не было подъездной дороги к этому участку, поэтому все пользовались одним благоустроенным местом, где в жаркие летние дни было сложновато с парковкой. Этим летом ситуация должна измениться. Подробнее в сюжете. Летом в Венсповчане имеют возможность отдыхать на море, реке и озере. Озеро Бушнику особой популярностью пользуется у семей с маленькими детьми, так как там мелко, из-за чего летом вода довольно теплая. Сейчас на озере планируют оборудовать новую зону для купания. Это место в Венсповчане помнят еще с советских времен. Сюда можно было подъехать со Сталдзинской дороги. Со временем и со сменой владельца доступ к озеру стал ограниченным. Вопросы, касаемые владельцев земли, можно сказать, в той или иной степени разрешены. На берегу озера Бушнику есть и садовые кооперативы, и охраняемые природные территории «Натура-2000», и городские леса. Там есть разные владельцы земли и, соответственно, разные приемы управления. В этом конкретном случае речь в большей степени идет о землях самоуправления, и здесь нет других преград. Ведущим партнером проекта является Курзенский регион планирования. А Венсповское коммунальное управление будет координировать реализацию данного проекта. Благодаря финансовой поддержке Европейского фонда для самоуправления этот проект не потребует больших вложений. Этот проект реализуют на средства Европейского фонда регионального развития. Также привлекает государственное финансирование. И финансовый вклад со стороны самоуправления совсем небольшой. Общая стоимость проекта составляет около 85 тысяч, а софинансирование самоуправления составляет только 3,5 тысячи. Живописная тропа вокруг озера протяженностью 8,5 километров в последнее время пользуется большой популярностью. А в прошлом году был завершен последний участок велодорожки, и теперь вокруг озера Бушнику можно проехать и на велосипеде. В рамках проекта напротив Оленевого сада появятся подходы к зоне купания. Планируется построить пешеходную велосипедную дорожку с гравийным покрытием, мостки у озера, установить кабинку для переодевания. В этом месте для купания предусмотрено построить подъездную дорожку с гравийным покрытием, создать небольшую зону для отдыха. Там установят скамеечки, кабинки для переодевания. Также установят информативные стенды. А еще разместят фигурки птиц, которые характерны для этой местности. Фигурки будут со специальными тактильными рисунками, которые предусмотрены для слабовидящих. Этим летом пройдут проектные строительные работы, и, возможно, в конце лета, начало осени, можно будет пользоваться этим новым местом. Все места для купания, расположенные в Венспелсе, можно разделить на две части. Те, которые пользуются популярностью у горожан, и официальные, зарегистрированные, как места для купания. Как признанные безопасные места, мы можем назвать три таких. Это Венспелский пляж, пляж Сталдзена и место для купания на озере Бушнеку. Но на самом деле их больше. Например, есть место для отдыха около реки Вента, в конце улицы Аболу. И второе место, оно больше предназначено для жителей Кревлауки, в конце улицы Грауду. На самом деле, место для купания на озере Бушнеку используют круглый год. Его полюбили так называемые моржи, те, кто купается зимой. Хотя закон гласит, что купальный сезон у нас в стране длится с 15 мая до 15 сентября. На содержание мест летнего отдыха коммунальное управление инвестирует значительные средства. Косят траву, вывозят мусор, строят пешеходные мостики. Здесь идет постоянная борьба с дюнами и песком, и некоторые подходы к морю уже, к сожалению, недоступны. В нескольких местах для купания разрешено приходить с собаками. Одно предназначено для нудистов. Курить и употреблять алкоголь запрещено во всех официальных местах для купания. А в некоторых есть специальные места для пикника. С ноября прошлого года один неизвестный создает творчество на остановке Венсполского общественного транспорта. Он лепит снеговиков и веселых человечков. Вчера водителю автобуса удалось встретить неизвестного автора. Подробнее в сюжете. С ноября, когда выпал первый снег, на остановке Венсполского общественного транспорта каждый день появлялось приветствие неизвестного автора. В снежную погоду это были снеговики и снежные человечки, а в дни оттепели камушки с нарисованными глазками. На этой неделе водителю автобуса предприятия Венсполс рейс Кристине удалось встретиться с неизвестным создателем. Я эту девушку впервые увидела только вчера. Примерно две недели назад у меня был первый рейс в этом направлении, и я увидела первого снеговика. И я подумала, как же это здорово. Настроение в тот день было не очень. Был большой поток людей, и тут я увидела это творение. Как же это замечательно. Настроение сразу улучшилось. Это что-то необычное, не так, как всегда. И снега-то в тот день было немного. Снега было совсем чуть-чуть, но девушка постаралась и слепила его. А вчера я еду и увидела этих троих снеговиков. И там была эта девушка. Она как раз их заканчивала. И тогда мы с ней поболтали, и она рассказала, почему она их создает. Девушка пожелала остаться анонимной. Однако рассказала причину создания таких веселых человечков. Все началось с того, что однажды водитель пожаловался ей, что нет никакого удовольствия в том, чтобы останавливаться там, где нет пассажиров. Уже со следующего дня на конечной одного маршрута водителя ожидал снежный человечек. Оставлять таких маленьких гостей, которые всегда ждут водителя на остановке. И с того момента она делает их. И они все разные. Девушка сказала, что они тут специально для водителей Венспилсрейс, чтобы остановка не была пустой. Очень творческая девушка. Ее работа улучшает настроение. Семейство камушков, снеговики. Интересно, что же будет летом? Создатель веселых фигурок также хотел сказать спасибо дворнику. Если первый снеговик был сразу сметен, то последующие тщательно охранялись и снег сметали в другую сторону. Иногда на остановке ждал один снеговик, иногда два или три. А однажды рекордное количество – 11 снеговиков. В заботе об этом творчестве участвует не только дворник. Во время снегопада водитель автобуса порой накрывал снеговиков шарфом. Этой историей анонимного творца за это время поделились сотни пользователей социальных сетей. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова